Все женщины тащат мужиков своих, вдохновляют, это не так устроен этот мир. Женщина вдохновляющей силы должна тащить. А что делать? Ваш или не ваш человек, это пока непонятно, потому что между вами еще не решено ничего. Надо продолжать общение, просто общаться, встречаться с ними. Потому что ваше сердце должно само решить, ваш этот человек или не ваш. Все равно, даже когда оно решит, все равно нужно подтверждение старшего. В это время оно звучит как благословение. Но сейчас ваше сердце еще не решило, поэтому я не могу вам дать благословение. Бог еще не принял решение, вы должны быть вместе или нет, другими словами. Ваше сердце, это решение придет от Бога. Тогда, ну все равно женщина сомневается, даже в это время. Поэтому старший должен увидеть это, сказать, все решено, можете быть вместе. Пока это не решено, поэтому я вам не могу ничего сказать на этот счет. Что касается хороший человек или плохой, то человек хороший, какие качества у него есть хорошие? Он верен своему слову, как держит слово, серьезный человек. В этом плане верен слову, серьезный человек. Вот. Он не может сразу, как бы, принять человека. Он пытается вас понять глубже, изучает. Но у него намерение хорошее по отношению к вам. Что касается любви, то очень хорошо, благоприятно выходить замуж за человека, который тебя любит, но к которому твоя любовь слабее. Это очень благоприятно, потому что в этом случае, как бы, у тебя будет более масляная жизнь, чем у него. Потому что тот, как человек, который любит, он и страдает в отношениях больше всего. А тот, который отдает любовь, он больше всего в сахаре, в шоколаде. Ну, лучше всего быть в шоколаде же, правда, часто. С этой точки зрения, лучше так. Лучше отдавать свою любовь тому, кто ее хочет от тебя. И ты будешь счастлив с ним. Но в это время главное не загордиться. Если ты загордишься собой, то ты будешь и его мучить, и себя. Вот так вот. За то, что пришли на лекцию, спасибо. Ну, все нормально, вы по природе руководитель. Это ваша природа. Но вы все равно не сможете там удержаться на работе, пока вы не выйдете замуж. Точно так же, как растение, которое не имеет, не пустило корни, оно не может вырасти высоко. Точно так же женщина, пока она не замужем, она не может удержаться ни на какой работе. Потому что у нее нет стабильности. Стабильность женщина получает, когда выходит замуж. Вышла замуж, можно спокойно идти, на любой работе работать, ты не уйдешь никуда. Потому что ты получаешь силы от семьи. Женщина не может от работы получать силы. Она от силы только от семьи получает. А мужчина от работы получает силы. И отдает семью.